Праздник весны отметили в Институте филологии и межкультурной коммуникации. У нас душа же поет, мы же сами из СНГ танцуем, всегда радуемся. Будущие педагоги и психологи в профильной смене КФУ. Очередное заседание Президиума Лиги студентов. Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Зарина Ахмадулина. Продолжается рабочий визит делегации Казанского университета во главе с исполняющим обязанности ректора Дмитрием Таюрским в Узбекистан. В ходе визита делегация должна посетить ряд министерств и ведомств. В частности, участники делегации посетили Министерство высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан, где стороны обсудили вопрос открытия филиала КФУ в Джизаке. Напомним, что филиал планируется открыть 1 сентября текущего года. Проект был инициирован бывшим ректором КФУ Ильшатом Гафуровым. Решение о создании филиала принято в рамках укрепления и развития долгосрочного сотрудничества России и Узбекистана в сфере образования и науки. 22 марта прошло торжественное открытие профильной смены ежегодного научно-просветительского лагеря для учащихся 10-11 классов Республики Татарстан на базе Казанского федерального университета. С 21 по 27 марта на территории оздоровительно-образовательного центра Дуслык пройдет профильная смена для учеников старших классов школы. Казанский федеральный университет совместно с автономной некоммерческой организацией «Казанский» открытый университет талантов 2.0 создали все условия для профессионального самоопределения учащихся общеобразовательных учреждений. Для того, чтобы попасть в лагерь, нужно было не просто стабильно и хорошо учиться, но и быть победителями или призерами межрегиональных олимпиад КФУ по профилю педагогика или иных профильных олимпиад, а также быть максимально заинтересованными в психологической и педагогической деятельности. Во-первых, мы вообще полностью организуем эту смену. Она у нас называется Soft Skills Hub. Мы готовим детей к тому, чтобы они у нас продолжили обучение по программам образования в полилингвальной образовательной среде. И в рамках этой программы у нас предусмотрены занятия по основам проектной деятельности, тренинги по Soft Skills, по основам педагогики, предусмотрена самостоятельная работа в проектных группах, ну и, конечно, развлекательные мероприятия, которые тоже необходимы детям. Программы профильной смены были разработаны непосредственно Институтом филологии и межкультурной коммуникации и Институтом психологии образования. Данная смена представила участникам на выбор два направления – Soft Skills Hub и Insight. Каждый факультет набрал в своей группе по 40 человек. Общее количество учащихся составило 80 человек. Отметим, что конкурс был жесткий. Отобрали лучших из лучших ребят по республике Татарстан. Отбор проводился в рамках конкурса. Приказом по университету была назначена конкурсная комиссия. И мы отбирали по результатам эссе, в котором ребята именно писали о том, почему именно он должен стать участником данной профильной смены, именно выражая свое личное мнение, почему его персона является наиболее приемлемым принять участие в таком замечательном мероприятии. Интерес будущих светил педагогики и психологии обусловлен рекордно большим количеством поданных заявок и активным участием во всех тренингах, мастер-классах и проектных деятельностях в рамках данного лагеря. Участникам смены представлен хороший шанс усовершенствовать свои лидерские и коммуникативные качества, а также прослушать множество интересных, познавательных, профессионально важных лекций от спикеров университета. Казанский федеральный университет на протяжении столетий занимается просвещением школьников и студентов, и каждый из проектов направлен на улучшение образовательной системы и получение необходимых навыков для подрастающего поколения. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюс. Состоялось очередное заседание Президиума Лиги студентов Республики Татарстан. О том, какие вопросы обсуждались в Президиуме Лиги, узнаете в следующем сюжете. Уже более 20 лет Лига студентов осуществляет свою деятельность, помогая студентам-аспирантам решать социально-экономические задачи. Основными целями таких заседаний является объединение представителей органов студенческого самоуправления, чтобы сделать процесс принятия решений более продуктивным. Обсуждаемые вопросы могут быть самыми разными. Тем, необходимых для обсуждения, множество. Вопросы, которые наболели у студентов, те вопросы, которые необходимо объявить, те вопросы, за которые необходимо проголосовать, например, за принятие людей новых в члены Лиги студентов, объявление, например, о новых конкурсах на данный момент, это конкурс научных работ имени Лобачевского, и о тех мероприятиях, которые произошли уже на прошлой неделе, в прошлом месяце. Мы приводим статистику, кто как отработал, смотрим, чтобы исправить это на будущее. Подобные заседания проходят два раза в неделю, а значит, каждый волнующий студентов вопрос обязательно будет рассмотрен в кратчайшие сроки. На повестке дня перед президиумом стоят такие задачи, как старт заявочной кампании открытого конкурса научных работ имени Лобачевского, а также утверждение кандидатов на пост руководителя ММОО Лига студентов в городе Зеленодольск. Эти и не только события стали главным предметом дискуссии. Я представляю Казанский федеральный университет. У нас это действует немножко по-другому, как, допустим, с другими вузами, как НИТУ. У нас избирается из Координационного совета КФУ, выбирается член, который входит в состав президиума Лиги студентов. Так что мы сегодня заслушиваем выступления вице-президентов об отчете их деятельности и принимаем, задаем вопросы. В общем, в таком формате проходит сегодняшнее заседание. Таким образом, принять участие в заседании может любой студент, который будет выбран по итогам общего голосования. Этот метод помогает студентам принимать активное участие в решении социально значимых вопросов. Те, кто не смог принять участие в заседании, смогут узнать обо всех принятых решениях в социальных сетях. Роберт Хасанов, Елизавета Газизянова, Фарид Захитаглы, Универньюз. Студенты и преподаватели Института филологии межкультурной коммуникации отметили праздник прихода весны Навруз. Они угощали гостей национальными блюдами, пели и танцевали. Подробности в нашем сюжете. 18 марта студенты и преподаватели Института филологии межкультурной коммуникации отметили Навруз. Праздник прихода весны объединил все народы многонационального института. В этот день люди накрывают богатые столы, где очень много явств. Блюда должны быть из семи ингредиентов приготовлены, или семь минимум разных блюд. Поздравляют своих родственников, близких. Желают друг друга счастья, добра, здоровья. И это тоже наш семейный праздник, потому что Институт филологии межкультурной коммуникации – это одна большая семья. Навруз – праздник, который отмечают 21 марта иранские тюркские народы. Главный символ праздника – росток пшеницы. Он символизирует начало нового сезона, ведь Навруз – праздник равенства дня и ночи, начало сезона роста и процветания. Само слово «Навруз» с персидского языка переводится как «Новый день». Большое внимание было уделено подготовке к мероприятию. На репетициях студенты отрабатывали хореографические и вокальные номера, отрабатывали готовку национальных блюд стран Востока. У нас душа же поет, мы же сами из СНГ танцуем, всегда радуемся. Мы стали более сплоченной командой, поняли, как взаимодействовать друг с другом. Праздник объединил не только восточные народы, но и всех иностранных студентов-гостей мероприятия. Напомним, что в Институте филологии и межкультурной коммуникации существует добрая традиция – отмечать национальные праздники почти всех народов мира. Карина Бравцева, Александр Кузнецов, Универньюз. Рабочая неделя в Казанском федеральном университете началась продуктивно. 21 марта в Институте психологии и образования прошел кураторский час, связанный с геополитической ситуацией. Казанский федеральный университет по рекомендации Департамента по молодежной политике социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного воспитания провел развернутую лекцию, посвященную геополитической ситуации в мире. Инициатором и главным спикером стала доцент кафедры начального образования Института психологии и образования Лера Камалова, которая подробно рассказала о важности и актуальности кураторских часов. В Институте психологии и образования довольно часто проводятся самые разные открытые мероприятия, в том числе и кураторские часы, где опытные кураторы проводят открытые мероприятия, кураторские часы для всего института и для молодых кураторов. Институт психологии уже неоднократно проводит подобные мероприятия. На этот раз участниками кураторского часа стали студенты второго курса, которых непосредственно беспокоит нынешнее положение в стране. Подготовка профессионалов в области психологии – основная миссия института. Поэтому проведение открытых часов – это важнейшая часть работы с подрастающим поколением. Вы знаете, наш институт непосредственно занимается подготовкой педагогов. И поэтому в процессе подготовки будущих педагогов мы, конечно же, напрямую этот вопрос затрагиваем, эту тему затрагиваем. Потому что, как никто другой, педагоги в наибольшей степени связаны с подготовкой, с работой с подрастающим поколением. Поэтому им непосредственно в первую очередь необходимо быть осведомленными в этих вопросах. Следует отметить, что с целью информирования и обеспечения безопасности студентов Институт психологии и образования Казанского федерального университета данную тему без внимания не оставляет. Залина Султанова, Александр Кузнецов, Универньюз. На этом все. В студии была Зарина Ахмадулина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok